На что идет Кремль, чтобы выпросить военную помощь у КНДР? И причиной такой вот воинственной риторики, кстати, КНДР стало расширение сотрудничества Пхеньяна с Москвой. Об этом пишет The New York Times. Россия нуждается в поставках вооружения из Северной Кореи. И чтобы получить оружие и боеприпасы, Кремль разблокировал замороженные северокорейские активы вопреки санкциям, за которые Москва голосовала, кстати, в ООН. Доступ к финансовым сетям, часть требований Пхеньяна, считают аналитики. Но детальнее Никита Скобликов расскажет. В обмен на боеприпасы и вооружения Кремль разблокировал активы КНДР, сообщает издание The New York Times. Речь идет о 9 миллионах долларов из примерно 30 миллионов замороженных в российских банках. Россия, видимо, пытается в рамках их договоренности какие-то в ответ на получение вооружения и какие-то жесты сделать для Северной Кореи. Потому что легально на международный уровень, международная финансовая система в Северная Корея не сможет вернуться. Она находится под санкциями. Эти санкции принимались Советом безопасности ООН и, в частности, Россия их поддерживала. И поэтому снять эти ограничения у России на официальном уровне нет возможности. Как сообщает разведка стран-союзников США, в комментарии The New York Times размороженные деньги Северная Корея предположительно потратит на покупку российской нефти. Для того, чтобы и в дальнейшем получать вооружение из КНДР, Москва позволила подставной северокорейской компании открыть счет в Российском банке на оккупированной России территории Грузии. Аналитики считают, что Пхеньяну это необходимо, чтобы получить доступ к международным банковским сетям и проводить сделки не только с Российской Федерацией, но и с ее партнерами. Новые банковские связи стали еще одним признаком неуклонного развития отношений между двумя странами. По словам американских чиновников, расширение партнерства, скорее всего, придало сил Северной Корее, которая в последние месяцы выступила с потоком воинственных угроз. Из публикации издания The New York Times. Санкции в отношении Северной Кореи ООН и США ввели из-за проведения Пхеньяном испытания ядерного оружия. Помогая КНДР обходить ограничения, за которые Москва сама же голосовала, Кремль в очередной раз нарушает международные договоренности. Они всегда могут заявить «Ой, нет, это частный банк, наши следователи займутся этим». Но дальше этих слов дело не пойдет. Джеймс Браун, профессор политологии токийского филиала Temple University в комментарии изданию The New York Times. На Северную Корею оказывает решающее влияние КНР. Именно Пекин является крупнейшим торговым партнером Пхеньяна. Эксперты допускают, что процесс сближения КНДР с Россией будет контролировать Китай. КНР может не понравиться вмешательства в сферу ее влияния. Китайское присутствие там чувствуется, потому что во время визита Шойгу был представитель Китая на параде. Этот визит был сделан под парад, но договоренности военные происходили параллельно. После визита Ким Чен Ына было пять визит китайского представителя. И вот после визита министра иностранных дел Северной Кореи в Москву, в Пхеньян приехал представитель, заместитель министра иностранных дел Китай. То есть с этих моментов можно сделать вывод, что Китай следит за этой ситуацией. Вполне вероятно, что доступ КНДР к финансовым сетям лишь часть договоренностей Москвы и Пхеньяна. Северная Корея стремится получить современные военные технологии, к примеру, атомные подводные лодки. В свою очередь Кремль пока к таким решениям не готов. Никита Скобликов для телеканала Freedom.